Использовался в обрядах, связанных с появлением уже первых колосьев на ржаном поле, а также со сбором урожая. Считается слабо ядовитым растением, потому что у него в составе много цианиды. Пробиваются вообще где только можно, даже в самых суровых условиях выживают и далее распускаются, процветают. Наиболее знаковыми мероприятиями, которые используют Василёк в качестве своего логотипа, являются всемирно известный славянский базар. В августе проходили вторые игры страны СНГ, за прототип символа которых как раз-таки тоже взяли Василёк. Творчески переработаны, но тем не менее в основе лежит именно этот белорусский цветок. К этому же перечню мероприятий крупных можно отнести и фестиваль национальных культур в городе Гродно. Это из самых крупных. Ну и, конечно же, на региональном уровне многие фестивали, многие мероприятия используют этот символ. В частности, регион по Азере Витебской области также используют в качестве бренда этот белорусский цветок и в том числе на своих мероприятиях. Василёк являлся и является заметной частью традиционной белорусской культуры. Чаще всего использовался в обрядах, связанных с появлением уже первых колосьев на ржаном поле, а также со сбором урожая. Этот цветок являлся естественным украшением любого поля, собственно, поэтому он и пропитал вот этим колоритом белорусские ландшафты и вошёл в колористику белорусскую и полюбился народным мастерам. Прежде всего, наши предки видели эстетическую составляющую в окружающей природе. И к Васильку, конечно же, было такое очень поэтическое, нежное отношение, поскольку этот цветок сам по себе очень интересен. Это выносливое растение, чаще всего встречающееся на полях среди жито. И надо сказать, что очень много даже песен обрядовых с Васильками во время страды, во время уборки урожая, в этих обрядовых песнях крестьянки воспевали красоту этих цветов. Вот так между обыденными делами наши предки умели и уделять должное внимание красоте нашего мира. Девушки, прежде всего, чаще всего использовали цветы для венков, для создания венков. В основном это были полевые цветы, поскольку Васильок один из самых распространенных растений, то часто встречался в крестьянской среде белорусов. Ткачество – это просто высочайшего уровня мастерства на территории Беларуси. Существовало множество различных способов приемов декорирования ткани. Изначально это, конечно, был геометрический орнамент. Самый архаичный сохранившийся – это линейный в виде полос. Позже появляются различные интерпретации. Конечно, в белорусской традиции преобладает геометрический орнамент, но мода оказывала тоже свое большое влияние. И, например, в 30-е и 50-е годы появляется мода, например, на вышивку гладью. Эта вышивка уже была полихромная, и активно внедряются растительные орнаменты. В том числе встречаются и, естественно, васильки, поскольку в традиционной культуре в основном отражали то, что окружало их летопись и песнь тому, что вообще люди жили, ценили, что любили. А любили они прежде всего, конечно, свою родину и воспевали свою природу, в том числе создавая такие орнаменты. В советские времена, в 50-е, 60-е годы уже многое было утрачено. Вот эта связь с традиционной культурой происходит разрыв коренной с традиционной культурой. И, конечно, человек не может жить без каких-то символов. Все равно страна должна иметь свое лицо. И тогда активно обращались к символу папороть, к ветке, к васильку, как именно такому образу страны. Но на самом деле в настоящее время существует такой большой разрыв между тем, что хранится в музейных фондах, между аутентичными традиционными белорусскими костюмами и тем, что ретранслируется через уже культуру нашу современную, например, в костюмах творческих коллективов. Более 500 видов василька в мире известно, а у нас в Беларуси, ну, по последним подсчетам, где-то видов 11, из которых до 5 наших местных аборигенных видов. Остальные у нас заносные. Международное латинское название центаурея. Это название в честь кентавра Хирона. То есть был такой кентавр, который был самым мудрым. Он врачевал травами, но, к сожалению, сам он себя вылечить не смог. Когда его поразил геракл отравленной стрелой, он умер. Ну, многих человек он спасал. Что же касается василька синего, то родина его происхождения тоже двоякая. Или Средиземноморье, или Южная Европа. И ходят такие предположения, что он проник на территорию Беларуси одновременно с началом земледелия. Начало земледелие, он как сорняк привез зерно. Они святы где-то с июня по август. Так, а потом, может быть, вторичное цветение вплоть до ноября месяца. Сейчас можно встретить цветущие васильки. В дерзии существует несколько того, что символизировал Василек в народной культуре. Как кусочек неба посреди земли. То есть легенды разные о том, что небо интересовалось, каким образом почитает его земля. На что поля отвечали, что как можем, так и радуем. Но вот такие цвета, которые есть, теми и пользуемся. Зеленый, золотой. Но вот раз по-другому не получается и до неба подняться земли не дано, то небо кусочек свой направило на землю в виде василька, который украсил поля. Также это связано с легендой о юноше Василе, Васильке, который полюбился русалке. И вот как раз таки из-за того, что тоже этим двум мирам не суждено было сойтись, он превратился в такой символ их любви в Василек. И это такая версия позитивная, более суровая, что русалка превратила насильно этого парня в цветок. И вот поэтому на русальную неделю тоже считаются Васильки, это вот цветы, связанные с этими мифологическими существами. Василек неспроста считается символом неофициальным Беларуси, но тем не менее и в национальном агентстве этот цветок в качестве логотипа используется рядом с названием страны. Дело в том, что не так много украшений на белорусских полях. Конечно, они и сами по себе прекрасны, но тем не менее простой взгляд человека всегда радовали вот эти яркие вкрапления цветов, которые по факту являются сорняками, но их никогда старались не вырывать, поскольку действительно они являлись таким естественным украшением вот этого зеленого и золотого ландшафта белорусских полей. Из них изготавливали венки, кстати, вот как раз в каких обрядах, это часто именно как украшение венков Василек использовался. И поэтому пришелся по духу белорусам этот цветок, сочетающийся с вкусовыми такими пристрастиями в плане именно эстетики. И на слуцких поясах знаменитых неспроста выводили действительно ткачи, правда, не ткачихи. Цветки Василька вместо диковинных цветов. Хотя надо сказать, что цветок этот к нам пришел как ирошь из Западной Азии. Тот цветок, который прижился на нашей земле и очень плотно вошел в нашу традиционную культуру. Что же касается синего Василька, то ему повезло. У нас нет его специализированных ни вредителей, ни заболеваний, таких болезней. Это он очень плодовитое растение. Одно растение способно давать за сезон до 6000 семян. Но в связи с тем, что это как бы чужеродный вид, он у нас очень сильно размножался в пассивах зерновых, злаков. Просто когда сейчас начали качественно очищать зерно или обрабатывать гербицидами поля, то его численность по сравнению с того, что было даже лет 20-30 назад, заметно сократилась. Но как и все виды, которые стремятся выжить, он немножко поменял свою стратегию, поэтому у него очень часто наблюдается вторичное цветение. Еще октябрь, начало ноября он цветет. И может даже, если хороший сезон, погодные условия дать семена, которые сохранятся на будущий год. Если раньше он в зерновых был, то сейчас его очень часто можно встретить уже на паровых полях после уборки зерна и также в посевах рапса. Если мы говорим о его применениях в медицине, то такие фиксировались. И отвары от болезней легких делались. Также младенцев умывали в воде, которая с добавлением как раз-таки отвара из васильков. То есть он считался таким очень важным элементом, лечебным, и в том числе от разного рода потусторонних сил защищавшим. В официальной медицине используются краевые цветки василька, и они являются как мочегонное, противовоспалительное и противоспазмолитическое средство. А в народной медицине он используется гораздо чаще. Его делают и от заболеваний глаз, снятия усталости, то есть и от печени, ну, то есть много. И даже еще как ранозаживляющие используют корни, помимо цветков. Но это в народной медицине. Но надо быть осторожным, что василек считается слабо ядовитым растением, потому что у него в составе много цианиды есть, находится. Поэтому не рекомендуют ни беременным, ни кормящим матерям его употреблять. Также есть перечень заболеваний, которых нельзя использовать, василек при них. А так, в принципе, все равно, как и все травмы, под наблюдением врача. Василек сам по себе очень такой цветок выносливый. Поэтому у людей такая ассоциация, что несмотря ни на что, эти васильки пробиваются вообще где только можно. Даже в самых суровых условиях выживают и далее распускаются, процветают. То есть для белорусов это, конечно, символ еще и стойкости такой, мужества. Потому что несмотря на все трудности, мы никогда не сдаемся. Плюс еще, если взять нашу белорусскую классику, то у многих белорусских поэтов и писателей в рассказах идет параллель, ассоциация с глазами наших белорусов, с цветом глаз, как ассоциация с цветом васильков. Я тоже такое очень часто встречала. Тоже такая поэзия определенная. Редактор субтитров А.Семкин